Мир вам, братья и сёстры! Мы прочитаем один стих, Псалом 36, третий стих. Псалом 36, третий стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истин». Я этот стих прочитываю очень часто. Дело в том, что мы купили плакат, на котором написан этот стих. Вот этот плакат, он висит у нас в спальне. И очень часто я, прочитывая его, вижу перед глазами каждый день. И вот я сначала просто читал хороший стих, а потом начал вникать в эти слова. И я понял, что в этом стихе есть хорошие принципы для жизни верующего человека. Давайте ещё раз посмотрим на этот стих. Первое – «Уповай на Господа», второе – «делай добро», третье – «живи на земле», и четвёртое – «храни истину». Вот сегодня об этом вместе будем рассуждать. Итак, первое – «уповай на Господа». Что значит «уповать»? «Твёрдо надеяться». «Твёрдо надеяться». Интересно, что если посмотреть новый перевод или современный перевод, то начинается этот стих с «надейся на Господа», или даже смотреть на украинском языке также «надейся на Господа». Также «упование» означает «доверие». Если посмотреть на английском переводе или румынском языке, вот этот стих начинает «доверяй Господу». «Доверяй Господу». Упование – это очень важный аспект в отношениях. Если в семье муж, жена, очень важно в их отношении доверие. Очень важно доверять друг другу. Когда нет доверия, очень часто бывает много проблем в семье, когда нет доверия. Также, когда мы работаем между сотрудниками, должно быть доверие, упование друг друга. Когда ты доверяешь, тогда когда ты знаешь, что этот человек может сделать эту работу. Ты доверяешь ему, ты понимаешь, что вместе вы можете достичь цели, общей цели. Вместе вы можете сделать много, когда им есть доверие. Очень важно иметь доверие. Также мы очень сильно доверяем своим друзьям, потому что мы знаем их. Очень часто, когда у нас есть друзья, близкие друзья, к которым мы можем рассказать некоторые вещи, которые мы не рассказываем всем, потому что мы доверяем им. Нас что-то связывает. Так и в отношении с Богом. Важно иметь доверие. Важно довериться Ему. Именно с нашей стороны, потому что со стороны Бога Бог нас знает. Бог знает, кто мы. Бог знает даже лучше, чем мы себя знаем. Поэтому Он уверен в нас, потому что Он знает наши пределы, Он знает наши возможности. И Он сверх сил. Бог говорит в Слове Своем, что Он сверх сил не дает. Он не дает больше, чем мы можем делать, потому что Он знает наши возможности. Вопрос состоит в том, «Знаем ли мы Бога?» «Знаем ли мы, кто такой Бог?» «Доверяемся ли мы Ему?» «Имеем ли мы это доверие к Нему?» «Уповая на Господа, мы способны делать добро». Уповая на Господа, иметь именно это доверие, как в отношении мы вместе с Богом способны делать добро. Это вот второе, именно приходим к второму пункту. Делай добро. Почему мы должны делать добро? Потому что Бог добрый. Иисус сказал, «Я есть пастырь добрый». Мы призваны быть светом на этой земле. Также Иисус сказал такие слова, Матвея, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Истинные добрые дела прославляют Бога, а не нас. Наши добрые дела должны идти впереди наших слов. Это должно становиться нашим образом жизни. Бог живет через нас. Он работает через нас. Он свершает эти добрые дела. Эти добрые дела прославляет Его. Сами от себя мы не способны делать ничего доброго. Бог через апостола Павла в Римлян написал такие слова, «Нету делающий добро, нету ни одного». Бог дает такую характеристику человека. Нету праведного. Вот мы в пятницу с подростками проходили именно, как Бог, какую характеристику Бог дает человеку. Человеке есть грех. Бог говорит, нету праведного на земле, нету того, который бы делал добро, нету ни одного, не способен человек ни к чему хорошему. Вот такое состояние человека без Бога. Вот что делает грех с человеком. Поэтому сами по себе мы не способны делать добро. Но с Богом, просто живя, где бы мы ни были, на работе, дома, путешествий, отражая Его свет, мы можем через Него делать добро. Но когда я готовился к этой проповеди, я вспомнил одну историю, которая случилась со мной в Украине. Я находился в другом городе, я не находился дома. И вот мне нужно было купить билет на поезд. Это лето, жарко, я поехал на ЖД вокзал. Я не знаю, если кто старше, кто жил в Украине, в России. Вы знаете, если нужно купить билеты, именно на поезд надо ехать на вокзал. И там есть кассы. Если вы помните, кто постарше, кто жил там, что именно купить билеты, вот есть касса, где нужно купить билеты, и там очень длинная очередь. Практически всегда, очень редко, когда ты приходишь, то там нету больших таких очередей. Вот мне, я приехал туда, лето, жара, кондиционер не работает там, открыли просто окно или форточку. Душно. И вот я стою, встал в этой очереди, потому что мне нужно купить билет. Очередь очень длинная. Вот проходит полчаса, 40 минут, час. Я уже приближаюсь все ближе и ближе. Уже я четвертый или пятый. Осталось совсем близко, чтобы купить билет. И вдруг, я слышу, прибегает женщина, она плачет. Она плачет, у нее горе, она плачет и прибегает к тем, кто находится впереди. Первый, второй, кто отпереди. Очереди. И она попросит, пожалуйста, пропустите меня. Дайте мне, чтобы я могла купить билет, потому что у меня умер муж, и мне нужно поехать к нему. Она вся в слезах. Никто, никто из присутствующих не дал ей места. И просто пришли друзья, знакомые, родственники, они утешали ее. Они говорят, давай мы встанем просто сзади и просто подождем. Не переживай, все хорошо, мы успеем. И она, у нее большое горе, и я просто предложил ей, хотите, встаньте на мое место. Я дал свое место, и она поблагодарила меня. Я просто стал опять, занял очередь с конца. Что я хотел сказать этой истории, что, знаете, я находился там, в другом городе, никто не знал меня. Никто не знал, что я христианин. Никто не знал, я никому не говорил, я даже не посвидетельствовал этой женщине. Я просто уступил ей место. Но знал только Бог. Первое, я хочу сказать, что мы живем перед лицом Господа. Мы живем в Его присутствии. Даже когда никто не видит, нас видит Бог. Первое, что, где бы мы ни были, мы должны знать, что мы живем перед Его лицом. Бог все видит. Это важно в отношении с Ним, уповая на Него, имея вот это отношение, понимание, что кто такой, кто Бог. А мы узнаем, что Бог добрый. Так же, когда, где мы бы ни были, где мы бы, мы бы не находились, Бог призывает нас делать добро. второе, что я хотел бы вот этой истории, что я не сделал такого большого ничего. Я не смог засвидетельствовать. Я не смог сделать какое-то большое дело. Я даже не могу посхвастаться, что я такой хороший. Это Бог сделал. Бог поменял меня. Мое сердце. Он поменял меня. И я просто смог это сделать, потому что Бог изменил меня. Второе, что я хотел сказать, что надо начинать с малого. Не обязательно идти на край земли, проповедовать малым народам, но надо начинать с малого. Своей семьи, своей работе, там, где мы находимся, чтобы мы были светом. То, что мы можем сделать, какое добро мы можем сделать, что нам посильно, чтобы мы делали это. Чтобы Бог прославлялся, не потому, что мы хорошие, а потому, что у меня есть какие-то качества или воспитание, а потому, что Бог меняет мое сердце. Потому, что Бог работает в моем сердце. Он изменяет меня. Поэтому я так живу. Поэтому моя жизнь отражает Его свет. Третье, я хотел сказать, чтобы наши добрые дела становились образом жизни. Чтобы это становилось нормально в нашей жизни иметь вот этот добродетель, чтобы иметь, действительно, светить в этом мире. Я помню, как один брат рассказывал свидетельство свое, как он пришел к Богу, и он рассказывал, что он поступил в университет. И вот первый день собрались все студенты, собрали всех студентов. И вот он смотрел на всех студентов, и он увидел двоих. Он даже... Они ничего не говорили, но они отличались от остальных. Он даже заинтересовался, кто это. Они другие. Они были христианами. Они были верующими. И даже своим присутствием мы можем просто отражать Божий свет. чтобы люди понимали, ну, видели это, чтобы прославлялся Бог. Дальше вот, живя на земле, Бог подарил нам жизнь, чтобы мы радовались, прославляли Его, имели общение с Ним. И создал Господь Бога человека из праха земного. И вдунул в лицо Его дыхание жизни. И стал человек душой живою. Бог дарвал нам жизнь, чтобы мы радовались, чтобы мы могли на этой земле отражать вот Его качество, Его доброту, чтобы Он через нас, чтобы через нас был виден Христос. Чтобы Христос, Он, Он был виден в первую очередь. То, что мы делаем. Это является истинное добро, когда Бог прославляется через нас. Чтобы наша жизнь была наполнена Богом, и мы имели вот эту радость в Нем, потому что истинная радость это только в Нем. И четвертое. Храни истину. Интересно, что истина в Ветхом Завете переводится еще как верность. Поэтому вы можете найти или в новом переводе, или в другом языке, например, на румынском написано верность, будь верным. «Верным мы можем быть только во Христе». Вот утренняя проповедь просто показывает, что во Христе мы становимся способными. Во Христе Бог наш может принимать вот эти... Во Христе мы становимся праведными, святыми. Если без Христа мы не способны, мы не делаем добро, мы неправедны, то во Христе мы можем делать добро. Мы праведны и мы способны. Бог может делать что-то с нами. Сохранить верность, только уповая на Господа. Итак, уповайте на Господа, делайте добро, живите на земле и храните истину. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.